Добрый день, друзья! Сегодня мы помещаем из Кима Книжной Дианархи. Это, действительно, главная книжная события Украины, 10-й книжный персонал. И сегодня у нас проходится официальная презентация книг известного писателя Бориса Владимировича Страмахина. Борис Владимирович сегодня нам расскажет о своих произведениях, как он писал, о чёрной произведении, на каких условиях. Я хочу обратить ваше внимание, что уже есть некоторые книги, которые в Мордоре запрещены официально, но раз они официально запрещены, это говорит о ценностях этих книг. Почему? Потому что они запрещены на основании тех законов, которые по своей природе являются преступными. Это закон Российской Федерации на поле о противодействии так называемому экстремизму. Он преступник в том, что уже само наличие данного закона дает основание для совершения преступлений судей и всей прочей карательной путинской комарине против прав человека. Борис Владимирович, вы, пожалуйста, скажите, например, мне рисует, ну, меня, например, при книге «Газбук и Свобода». Да, спасибо. «Газбук и Свобода» — это книга, написанная мной в Балашовской открытой тюрьме. Начал я ее писать еще в Москве в Медведковом, в тюрьме Медведковом, а закончил уже в «Газбук и Свобода». Это могу сказать без преувеличения, что это одна из самых, это даже, скорее всего, самая важная книга, написанная мной, это основное, что написано мной за всю мою жизнь, это, в общем-то, собранные воединные систематизированные мысли о том, что такое свобода, как ее надо правильно понимать, как за нее надо бороться, как должно быть устроено общество действительно свободных людей, в каких отношениях это общество должно находиться с государством. Книга эта, ну, у нее ничего не называется, «Непростая судьба». Она была, она передавалась, в рукописи передавались первая часть из Медведковской фильмы, та уже из Балашова, из Балашова это было очень трудно, там был очень тщательный надзор, чтобы ничего никуда не могло быть передать, все это было строго запрещено, встретить с адвокатом через решетку, но, тем не менее, мне пришло мне удовольствие смысл передать, она вышла, и вот я, как бы, рад ее представить читать вам. Вот, это действительно важнейшая книга и из всего остальной написано, это, так сказать, «Вершина». То есть это самое основное в понятии свободы и борьбы за свободу в концентрированном мире. Ясно. Борис Вадимович, я успел ознакомиться, когда еще, по-моему, года два назад металл Гигит. Вот в ваших книгах, то есть, пока я не взглядел, я рад вас себе видал насилие как метод. И, мне кажется, это очень актуальная книга вообще для всех тех людей, которые борются за свободный мир, за международное право, против таких, как узурпатов и тиранов, как Путин, Лукашенко и прочее. Вот мне хотелось бы, чтобы вы донесли до читателя концепцию, в чем суть, собственно говоря, вашей книги. Ну, я хочу для начала, скажем, краткое замечание сделать, что именно вот эта книга, вы говорили о том же, в моей книге «Заключение в России», но формально вот в киске экстремистских материалов эта книга уже числится. Остальные, как бы, все таки мне акцентны. А вот эта книга, она внесена в киски экстремистских материалов еще в конце 19-го года, я удостоен такой чести. Я считаю это честным, когда мои книги заключаются. Концепция этой книги очень проста. Дело в том, что с 60-х годов возникло, так сказать, диссидентское движение в Советском Союзе, которое опиралось, как бы, на идеи Ганди, на ненасилие, на то, что, так сказать, наши противники, вот эти тираны и их обслуга, и их, так сказать, полиция, вот эти все палачи, которые подавляют право, что это, типа, тоже люди, что с ними нельзя делать ничего по холоду, с ними надо бороться методами убеждения, объяснять им, что они не могли соблюдать вопрос, что они нехорошо не предупают, если, так сказать, нарушают права человека, вот. Но, точнее всего, эта ситуация описывается известной в празднике головы, а Васька слушает ли? Вот. Диссидентское движение, основанное для идеи геносилия и соблюдения закона, прошло огромный круг, начиная от 65-х годов, когда она была первая демонстрация в защите Сумярского и Даниэля, но прошел огромный круг, было много жертв, было много погибли, и некоторые погибли, люди практически от степушки, мордовские лудеря, пермские лудеря, потом была перестройка, когда, потом рухнул советский режим и начал казаться, что наконец-то мы победили, что диссиденты добились желаемого, то права человека будут соблюдаться. Однако вскоре, через несколько лет, помысловшись, помысловшись, русские избрали себе президентом ЧИПИСа по кубу КФСБ, и все пошло опять в ту же сторону. Права человека опять оказались никому не нужны. Население массовое востребовало, так сказать, возвращение в Советский Союз, радовалось ограничению своих прав и свобод, и, в результате, мы опять имеем то, что имеем, а тот факультетарный режим, опять полицейское государство, и, в общем-то, то, что сейчас происходит в России, можно совершенно смело, без малейших колебаний назвать, новым в 1937 году. Сейчас уже, так называемые, точечные политические репрессии, перехли в массы. Там уже по видеокамерам вычисляют участников любого несанкционирования митинга, приходят, зламывают двери, выводят и сажают. Это делается массово. Людям, которые выкидываются один раз на ход, к упаковникам не сделают. Сейчас за это уже сажают. То есть концепция этой книги проста, что система понимает только силу. Я на своём личном опыте, не только из книг, но и чужого, на своём личном опыте, я убедился в этом, посидев в церкви в тюрьмах и лагерях 12 лет. Система понимает только, когда ей наносят серьёзный удар, когда с ней не сисюкает, не церемонится, они действительно бьют любым оружием, какое и есть. Потому что любые попытки договариваются, любые попытки ссылаться на законы, они воспринимают как слабость. То есть на поле своих законов, которые они сами пишут, они всегда будут нас обыгрывать. Это их площадка, их законы, их правила, и мы никогда не сможем на этой площадке. Борис Владимирович, я бы хотел бы вам почерпнуть, внести важное дополнение, в то, что они сами же в основном и свои законы нарушали. И это тоже. Как известно, всем из данных условий, закон в России в суде. Закон о операции борьбы невозможно, а операция надо на насилие и на естественное право. Потому что если мы люди и знаем, что у нас есть наше естественное отрождение нам данных права, то мы должны понимать, что никакой российский закон, который эти права ограничивает, он вообще неправомочит и не должен признаваться законом и соблюдастся. И люди, которые... Более того, люди, которые его принимают, и люди, которые принуждают его соблюдению, будь то полиция, спосуды, судьи, прокуроры и остальные, они должны быть наказаны за свои действия, за то, что они принуждают соблюдению этих неправовых факультетарных законов. Эти люди должны быть наказаны, и аппарат насилия, состоящий из этих людей, должен быть сломан, но физически сломан, разрушит и убежден. Только тогда свобода и права человека смогут существовать на территории уже на данный момент бывшей России. Пока Россия существует, свободной правовой единоходишки ей не было, она так устроена, что она со свободой несовместима. На территории бывшей России, когда будет разрушен этот полицейский парад, тогда только свобода и права человека имеют шансы укорениться. Ну, Павел Владимирович, абсолютно я с Вами согласен. Ну, а пока, что этот преступник через фашистский режим, то мы можем сделать верное утверждение, основанное против российского сообщества, так называемого использования, и против защиты, потому что главным источником нарушения своих же собственных законов, и главным источником нарушения их режима является и сам мирный источник нарушения своих же законов. То есть они самые главные и основные источники нарушения своих же законов. И это делает, это ставит опять-таки по суковым возможностям бороться с ними, именно тем правовым методом, который существует в их же законах. Потому что они сами являются нарушителями своих законов. И отсюда действительно делается основное будущее, что империи, особенно такие, как Путинский. Я считаю, вообще, просто империя еще до 19 века. Фактически то, что сейчас это Россия свою архаику, это 19 век. И важно подчеркнуть, я считаю, что внутреннее натушение права и свободы, которые происходят в России, репрессия и все прочее зло. Вот я тоже абсолютно согласен с оценку, что в будущем 21 веке это и есть скажем так, репрессия такой с небольшой натяжкой назвать 37-й и сама по себе внутренняя агрессия людей, она в том числе и является причиной внешней агрессии. Да, потому что опять-таки я считаю, что ваша книга она все-таки должна быть адресована не только тем, кто водится там внутри, там не важно, в России, Беларуси и прочей стране, где свежит подобный артитарный или артитарный тем странам, которые страдают от вот этих преступных режимов. Например, часть территории Украины оккупировали, и те в основном преступных жили слепых. Во время оккупированного премьера, на время территории оккупированного городского областей, точно такой же преступный оккупационный путинский режим это он же и есть, это и есть продолжение путинизма. Да, только в более худшем, репрессивном, извращенном виде, чем внутри той России, которая находится в международной границе. Да, совершенно верно. Я бы еще хотел добавить, что Россия действительно выстраивает архаическую идею 19-го века, как Вы правильно сказали, но при этом средствами тоталентаризма 20-го века, потому что в 19-ом, кстати, так и так и так. Плюс на основе новейших технологий, потому что ни у Сталина, ни у Романа в царстве монархии не было видеокамер цифровых, не было радио, так сказать, телевизион, не опоздах какими-то. А сейчас на этой технической основе, на основе Сталинского ЛКВД КГБ устраивается вот эта архаика, да. Тюрьма народов, постоянная экспансия во мне, полное бесправие, так сказать, все такое же. Совершенно право. Борис Калимович, Вы и хотелось бы также узнать вот кратко об этой книге, которая уже многим в Украине понравилась, Борис Камахин в странах Балтии. Вот это сборник, в странах Балтии это сборник материалов, начиная, если я не ошибаюсь, с 2004-го, кажется, года. Один, как минимум один большой текст, последний, он был написан, я тоже написал в этой Балаховской крытой тюрьме, когда, собственно, возникла идея издания этого сборника, для него надо было написать материал, вот я написал, такой, общий, обзорный материал по о ситуации в странах Балтии, исторические и, так сказать, современные. И хорошо, что эта книга вышла, она вышла в Риге, ее издали, так сказать, латышские националисты, мои, мои старые друзья, Айвас Гарда и, так сказать, национальные фронтлаты, которые многие, многие годы и десятилетия борются за деоккупацию, деголонизацию и дебольшевизацию Латвии. Их там немного, и они тоже там, тяжелый такой, тернистый путь проходят, потому что там огромное количество вот этих вот аспантов, потомков, которые уже там получили гражданство, которые уже там уперенились и пытаются себе там еще одну Россию валить, так сказать, на Балтийском побережье, мест Большой России создать. Вот они издали эту книгу, и я могу и благодарить за это. Ну, и, наверное, скорее всего, российская гитара тоже имеет место в путь. Да, естественно, Россия действительно находится. Валерий Владимирович, тогда давайте перейдем к следующей пункту Украины. Какова ее основная посылка? Ее основная посылка, что Украина это не... Украина должна быть независимой, и, так сказать, независимость Украины может быть обеспечена только тогда, когда Российская империя распадется и перестанет существовать. Потому что пока Российская империя существует, ни Украина, ни Беларусь, ни все остальные страны, постсоветского пространства не будут знать по коже. А Россия постоянно будет совершать агрессии против них, постоянно стремится загнать их опять в свое имперское стойло, установить пресловутый СССР 2.0, и так далее. Эта книга тоже звучит. Это тоже сборник моих текстов об Украине, начиная с 2000 года. В предисловии к ней написал Дмитрий Корчевский, знаменитый и легендарный украинский националист, один из самих радикальных украинских националистов современности. Часть материалов тоже написана в фильмах, которые я сидел вторым сроком. И за первый срок, и за второй срок там есть несколько текстов, они подписаны, где и когда написаны эти материалы. Так что сборник получился неплохой, я очень благодарен украинцам, которые поспособствовали его выпуску. Волнуков, вы, в принципе, абсолютно правильно сказали, что Таркинский является, может сказать, фактически вашим рецензентом написал это условие. Вот я хочу буквально прочитать, разочистить его одну фразу. «Остамахи неприятен засиянам, он не оставляет им возможности, я сам оправдаю». Я считаю, вот эта фраза она ключевая и очень важна. Почему? Потому что если вы там вы скрываете истины, вы говорите о смыслах ваших работах, я человек, который, ну не все, конечно, вашу работу прочитал, но судья из того, из той информации, которую я полагаю, вы отлично, я считаю, для читателя раскрываете смысл на том, вообще, что же такое Россия. и почему Россия уже фактически 500 лет захочется вот этому замкнутому другу, вот такая же, знаете, как это я называю спираль, самоприятная. Значит, на этом мы же друг друга и есть. Да, и еще, кстати, я хочу вас зрителям и слушателям сообщить, сервис данной книги заключается в том, что в основном, по большому счету, больше половины части этих книг, которые были написаны тогда, когда вы сидели в выписках за схемами. Да. Три вот этих книги. Вот эта книга «Азмус и свободы» и «Насилие и комплекты», они непосредственно написаны в тюрьме, а два сборника, значит, «От Канг Балтии» и «От Украине», ну, они, это сборники, были часть материалов старых, начиная там с начала мировых годов, но некоторое количество текстов тоже было написано, пока я находился в тюрьме. Здравствуйте, давайте тогда последним вашей викис с сегодняшним, то, что представлено во ближнем официнале, о смысле жизни. Вот такая достаточно короткая работа, тут всего получается 180, то есть 109 страниц. 110 страниц. Значит, ну, это небольшая работа, действительно, она написана тоже в Балашовской критой тюрьме и была удачной перерыва для адвокатов. Оно немножко особняком стоит, и когда я ее задумал, я написал у нее Балашовину, обдумывал эти вещи, стоит ли это писать, еще пока первым с утраином, говорится, Владимир, например. Мне казалось, что, может быть, ее не стоит, потому что меня съедят за эту книгу, потому что она стоит несколько особняком. Она не совсем политическая, она больше как бы общепилософская вопросов бытия, так сказать, действительно, а смысл жизни это, в общем-то, и есть основная тема женской жизни так такового. К сожалению, я к не очень решительным выводам пришел, потому что смысл жизни, он, как бы, не очень просматривается, надо сказать, если человек живет-живет, и потом он задумывается. Ну, я просто задался в постоянном вопросе на примере собственного, собственного, на примере, там, некоторых своих родственников, на примере вообще от человека как такового, среднего. Много ли остается от человека после его смерти? Много ли, много ли есть таких людей, чем Илуминада, Гоголь, когда их главной жилет? Жить какие-то? Вот. Я еще акцентирую там, ну, на том, что церковь занималась, тысячи лет церковь была основным владельцем этой темы смысла жизни, и, как бы, так, как приманку держала перед носом, как локошку перед носом гостника, седа перед лошадью. Вот это, вот, спасение, и вечную жизнь, и рай, и все остальное, на фоне чего, как бы, нынешняя земная жизнь с ее мучениями является чем-то таким скоротечным, неважным, что надо просто как-то отмучиться, и все. Но, тем не менее, книжка эта тоже вышла, несмотря на некоторую мрачность, ее многие читают и ценят, что я тоже очень рад, что она смогла выйти, что я смог ее передать. Огромное спасибо, Борис Владимирович, благодарю Вас за Ваши труды, я считаю, мы уже внесли вклад в сознание россиян, и иностранных граждан, что важно. И всех, друзья, прошу, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите под данным видео обязательно комментарии, и широко распространяйте его во всех социальных сетях. Сейчас нам, как воздух, необходима Ваша поддержка для продвижения истины. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.